Особое мнение на 101FM 13.06. В Кирове начинается программа «Особое мнение», и сегодня у нас в гостях общественник Константин Сичихин. Константин, у нас сегодня много таких тем, которые касаются большинства жителей Кирова, но начну я, наверное, все-таки с мусоросортировочного комплекса в Лубягино. Резко ворвалась эта информация в общественное пространство, в информпространство. Это как коронавирус, да, как черт из табакерки. И, наверное, вот с этого как раз момента я и хочу начать разговор. Почему так случилось? Нет у вас такого ощущения, что опять все решили, а только потом сказали людям? Ну, это ощущение не только у меня, ощущение, наверное, у всех граждан города Кирова и тех населенных пунктов, которые на сегодняшний день высказываются против строительства данного объекта. Только по той причине, что когда я лично присутствовал в Лубягино на первом мероприятии 2 февраля, да, и там как раз сложилось то ощущение, что, ребят, мы все за вас решили, вам только сесть и надо послушать, как это будет и что здесь будет все замечательно, да. Но при этом забыли спросить людей, которые живут рядом с этим будущим, может, в кавычках, объекта, с этим земельным участком. Забыли спросить граждан города Кирова, а интересно ли им данный объект, а может быть, его построить где-то в другом месте. Но наше министерство экологии, природопользования, можно так его назвать, они как-то так за всех все решили. Они решили и сказали, да, мы вот считаем, что объект должен быть здесь. Вот у нас уже есть примерный план работы, у нас есть предпроектные какие-то там визуальные решения, да, на сегодняшний день считаем, что этот объект должен быть взамен осенцам, и все. Ну, то есть есть ощущение, что все как-то поспешно решается. А почему, на ваш взгляд? Я не скажу, что это уж такое поспешное решение по Лубягину. Это решение еще рассматривалось давным-давно, и про Алла Викторовна в этом никого не обманывая, да. С 2008 года этим объектом занималось министерство. В свое время предприятие Сахаси, помните, такое было, сейчас оно преобразовано в другое предприятие. Они рассматривали этот объект, Ессенсы, два объекта у них стояло на повестке, где строить будущий полигон. Это был год 2000, если не ошибаюсь, либо 10-й, либо 12-й, где-то такие времена еще были. Вот, тогда вот эти два объекта рассматривались, и пришли тогда руководство этого предприятия, пришло к выводу, что строить надо в Осенцах полигон, только по той причине, что, ну, сами понимаете, Осенцы намного удаленнее от объектов жилого построек, опять же, от этих же вахрушек, от этих же деревников, которые ближайшие построили с Лубягина, да. Очень много факторов на то время сложилось к постройке полигона в Осенцах. Вот, не учли только они одно, это тот аэропорт, ну, видать, специалисты были наняты либо неграмотные, либо отчасти не знали, что есть аэропорт в Порошино, забыли про него, и вот не учли. Но хотя в Победилово, про Победиловский аэропорт в то время уже говорили, и они в курсе были, что у Лубягина есть такой аэропорт, ну, как бы Лубягина задевает зону, санитарная зона аэропорта Победилова, да. Ну, вот недавно была пресс-конференция в правительстве, там прямо на карте показывала Алла Викторовна, что нет, не задевает, что там есть 15 километров необходимые. Нет, она, я не говорю, что она задевает весь земельный участок, да, она задевает, а это четко прослеживается на тех презентациях, которые они показывают. Там есть эта санитарная зона, полигон Куприта, чтобы вы понимали, он уже находится в зоне данного полигона, ну, данной санитарной зоны аэропорта Победилова, 15 километров. И в данной ситуации говорите о том, что не задевает, да, есть часть земли, там порядка 30 гектаров, которые находятся в стороне данной зоны, да, и на этих 30 гектарах можно расположить и полигон, и мусоросортировку, и мусоросжигалку, потому что по нормативам они проходят. Ну, пока речь идет о том, что там будет только мусоросортировочный комплекс, да, а полигон там уже есть, и, как сказала Албегова, через три года он будет полностью заполнен и закрыт, это ее слово. Полигон Куприт уже должны были в этом году закрыть, я не знаю, с чего она решила через три года, так как по всем нормативам он в этом году должен быть закрыт, если только они не сделают там какое-то проектное решение, не утрамбуют, как это делается, ну, Аллой Виктором виднее, там более профессионально может высказаться по этому поводу, и может быть протянут еще на пару лет работы данного полигона в Куприт, который находится у Лубягина, действующий. Но вблизи других полигонов просто-напросто не будет, не будет. Эти объекты, про которые я их не говорю, это новые объекты, это совсем новые объекты, никакого отношения к полигону Лубягина, Куприт, они не будут иметь никакого отношения. Максимум, что, возможно, найдутся какие-то финансирования, и Куприт будет финансировать строительство, да, но это, опять же, я могу предполагать, потому что все почему-то и в министерстве говорят, что это будущий, ну, следующий полигон Куприта, да, но насколько это будет правильно, так сказать, наверное, нет. И совсем я считаю, что пока рано говорить о строительстве данного объекта на этой территории, да, потому что надо пройти общественное обсуждение, которое запланировано 11 марта. Во-первых, надо все-таки услышать людей, граждан, что им уже неоднократно людьми предлагалось. Вот, и хорошо, что в последнее время, 2 февраля впечатление у меня было просто ужасное. Просто ужасно от того мероприятия, которое там проходило. Это когда они пустили в клуб, да? Да, это не то, что когда они впустили в клуб, но это, честно, как бы клуб, он был непредназначен, это даже трудно назвать. Да, не то, что не впустили в клуб, просто все люди не вошли в это, не могли бы. Ну, они бы и не вошли, потому что я присутствовал на данном мероприятии, я был в этом клубе, да, там в этом клубе максимум вошло бы вот количество, сколько там было журналистов, это человек, наверное, может, там 10-15, да, ну, еще бы там 20 граждан, да, про что там говорят, там вот, там бы 100 человек вошло бы, да не вошло бы там 100 человек, максимум бы человек 50, и то это было бы битком, было бы неудобно, кто бы друг друга перебивал, площадка полностью была не готова для проведения такого мероприятия. Ну, а вот этот отказ выступать на улице, вы как расцениваете, это был верный отказ? Нет, на мой взгляд, нет, потому что вот они ссылаются на какие-то законодательные нормативы, да, в плане там проведения публичных мероприятий, да, но данное мероприятие, это было просто встреча с гражданами, встреча с гражданами, без разницы, там, в клубе, на улице, можно было провести на улице. Ну, вот на пресс-конференции они объяснили это тем, что вот, ну, даже презентацию показать не можем. А зачем? Люди не просили презентацию. Я не слышал, что кто-то там просил презентацию, там просто просили ответить на те вопросы, которые им хотели задать. И вопросы задавали грамотные, вопросы задавали очень четкие, и люди пусть там вот и говорят, что там кто-то кого-то стращал, кто-то кого-то подготавливал, какая-то группа лиц приезжала, да, да не было этого ничего, да. Просто, да, там присутствовали представители партии ЛДПР, честно, да, были они там, но они не ходили с флагами, они не кричали там какие-то лозунги, да, они просто присутствовали, и как все обычные граждане, как я там, я просто стоял и наблюдал, как бы я смотрел, я слушал министерство, ту информацию, которую они выдавали, я слушал, как граждане высказывались по этому поводу, и мне показалось, что там было кем-то, это было искусственно создано, данное скопление людей, и данное мероприятие такое, как бы, провокационное. Основную провокацию, на мой взгляд, это вот то отношение, которое было со стороны министерства, со стороны чиновников. Вот это создало основную провокацию для людей. Если бы люди бы, ну, если бы чиновники бы в лице там министра имущества Сурженко в отношении там Аллы Викторовны Бега вышли и просто пообщались, почему же? Чиновник это такой же человек, он имеет право выйти, пообщаться, и ни за что бы его не привлекли бы. Вот это просто вранье, с моей точки зрения, было высказано многими на сегодняшний день чиновниками, что им законом запрещалось выходить из этого клуба и общаться с людьми. Извини, там были депутаты, которые спокойно стояли на улице и общались с людьми, что им тоже законом запрещено, что ли, да? Вот, как бы был глава района, который вышел потом на улицу, и он также разговаривал с людьми на улице, да, которые подходили к нему, задавали вопросы. Да, он это уже без публичности, без камер, но справжу ему задавали вопросы, он отвечал на эти вопросы. И никто никого не посадил, никто никого не привлек. Ну, там мало того, что отказались разговаривать, там, насколько я понимаю, потом еще и к тем, кто, к одному из активистов митинга, не митинга, а мероприятия, приехали правоохранительные органы. Ну, приехали, из этого трагедию не надо строить, органы МВД должны делать свою работу, они посчитали, что, возможно, посчитали, что этот гражданин являлся одним из организаторов данного мероприятия, они приехали, взяли с него объяснение и уехали. Как бы никто никого не посадил, никто никому не сделал ничего такого ужасного, за что, вы знаете, там можно было говорить, что они пошли как-то не по закону и кого-то где-то привлекли. На сегодняшний день МВД тоже должны были провести свою работу. Ну, было скопление людей, было какое-то массовое мероприятие, да. Провели свою работу, я думаю, что там будет какой-то материал в виде отказного в будущем, да, и всё, и как бы тут вопрос снимется. Основная проблема – это неумение на сегодняшний день чиновников, особенно чиновников правительства и чиновников городских, работать с людьми. Об этом у нас в эфире Наталья Шитько сказала эту же самую фразу. Мы вернёмся к этому после короткого перерыва. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает член общественного совета при Федеральном дорожном агентстве, член рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог Константин Сичихин. И ещё я хочу напомнить нашим слушателям, что можно задавать вопросы у нас на сайте. Также у нас есть телеграм-канал «Эхо Кирова». И у нас появился номер для ваших сообщений в Вайбер 8909-720-101 и 0. Ну, а мы продолжим тему Слубягина. Мы начала говорить о том, что Наталья Шитько, это председатель общественной палаты Кировской области, уже высказывалась у нас на эту тему в эфире. И она задала, ну, довольно такой практичный вопрос о том, что чиновники, объясняя нам, почему они хотят строить предприятие в Вайберге, одним из аргументов приводит то, что возить туда близко, и это не скажется на тарифе, а, возможно, тариф даже будет уменьшен. И вот Шитько говорит, а почему нам не предоставляют конкретных расчетов о том, что, а сколько это будет стоить, если мы будем возить в другие места? Может быть, люди согласятся на этот тариф? Ну, а потому что они предоставляют, потому что нет такой информации. Откуда, ну, знаете, что такое тариф, да? Всем более известно, что тариф складывается из многих показателей, не говоря уж о том, что о тех затратах, которые на транспортировку. Тариф будет данного объекта складываться и из инвест-составляющей, которые будут вложены в данный объект. А мы же с вами не знаем, на сколько денег рассчитан данный объект. Ну, примерно полтора миллиарда. Ну, вот полтора миллиарда. Какая срок окупаемости? Сколько будет заложено на каждый год? Сейчас рано говорить о том, что будет тариф ниже, будет тариф выше. Можно сказать только одно, тариф не изменится. Вот только в этом плане, потому что строительство объектов полтора миллиарда, ну, чтобы вот так вот, давайте вкратце, полтора миллиарда, давайте на 10 лет разложим, это 150 миллионов каждый год, да? Строительство полигона Осенцы на сегодняшний день в рамках, это порядка 200 миллионов в тарифе. Ну, это грубо. Там плюс-минус это инвест-составляющая, да? Вот и весь расчет. Что значит, если даже мы инвест-составляющую данного объекта на 10 лет разложим, а 10 лет это, ну, это много, в среднем где-то инвест-программу раскладывать на 5 лет, да, то это уже другая цифра. То это уже говорить о том, что тариф будет ниже, это говорить просто нельзя, ну, это вранье с моей точки зрения, да, на сегодняшний момент. Надо говорить о том, чтобы тариф снизить для граждан, надо начинать заниматься раздельным сбором мусора. Раздельным сбором мусора, начиная не с мусоросортировки, а начиная с квартиры. А куда везти-то тогда? Ну, погодите, куда везти? У нас на сегодняшний день никто не отменял компаний, которые занимаются переработкой отходов. Отход — это не только мусор, это и экономическая составляющая. Любой отход, как бумага, если вы начинаете сортировать, можете продать. Любой отход, как пластик, вы можете продать. Чиновники-то как раз наоборот. Ну, чиновники... Опять на той же пресс-конференции Албегова сказала, что вот это предприятие — это первый шаг к мусоросортировке. Они лукавят, вот в данной ситуации они лукавят, да, потому что если человек начинает сортировать отход на биомассу, на пластик, отделять бумагу, да, то, что бумагу, что пластика, этот отход они могут спокойно продать. Есть предприниматели, которые этот отход принимают, да, они в дальнейшем это перерабатывать, никто им не запретит. Просто самый элементарный вариант — это, конечно, чтобы не уменьшать объем накопления, чтобы не уменьшать тариф, да, это всем говорит, что вы не сортируйте, у нас мусоросортировка сортирует, да. Но если брать с точки зрения бизнеса, то на сегодняшний день мусоросортировка в рамках сортировки, опять же, это не настолько привлекательное, и про это не только я говорю, про это говорил и Михаил Шихов, тот, кто у нас владеет осенцами, да, что мусоросортировка — это, по сути, социальная нагрузка. Я, конечно, не согласен с ним, вот с такой фразой, по сути, социальная нагрузка, но, опять же, при сортировке отходов, когда пластик смешивается с биомассой, он теряет в цене по сравнению с той ценой, которую вы сортируете в рамках квартиры, так как этот пластик в итоге надо отсортировать, промыть, очистить от бактерий, и тогда только в том случае продать. Это как бы затраты, вот для этого и строят такие большие заводы по мусоросортировке, которые включают полный цикл, когда там идет сортировка, промывка, сортировка по фракциям, и в дальнейшем данную сортировку там либо сразу делают гранулят, либо продают. Ну, в общем, я правильно понимаю, Константин, что почти все аргументы, которые приводят чиновники, называя Лубягина оптимальным местом для мусоросортировочного комплекса, вас вообще не успокаивают. Да, они меня ни капли не успокаивают, они больше меня провоцируют с какой-то точки зрения. Даже то высказывание, когда говорят, что мы будем сортировать до 90%, это вначале, хорошо, хоть они сейчас поправились, сейчас уже цифра 60 звучит, да. Я не являюсь там экспертом большим в сфере экологии, мусоросортировки, но я могу сразу сказать, что 90% сортировки – это мусоросжигание. Либо это пиролизная система, да, но опять же пиролизная система про то РД топливо, про которое сейчас говорят, да, это опять же одна из технологий мусоросжигания. И говорить про сортировку, про переработку в 90%, это заранее себя уже подбивать к мусоросжиганию, то есть заранее уже говорит о том, что мы на сегодняшний день будем мусор без разницы, какими технологиями, пиролизом, пиролизом, если кто понимает, от такой же сжигания, только под отдельным видом направления, с отдельным оборудованием, да, это все равно приведет к этому. Плюс РД топливо, вы еще и придите, да продайте его. Кому вы его продадите? У нас не настолько развитый рынок продажи данного продукта. Самое оптимальное, что я на сегодняшний день вижу, для граждан надо предложить мусоросортировку в рамках квартиры. Тем самым сказать им, что если вы будете сортировать, вы будете платить меньше. Про это сейчас говорят не только мы, про это говорит сейчас и федеральная власть, и правительство Российской Федерации, и Владимир Владимирович Путин. Поэтому я надеюсь, что наша власть, наша, кировская, прислушается к мнению президента на сегодняшний день и все-таки начнет говорить людям, чтобы они начали сортировать в квартирах, но никак не на полигоне. К следующей теме перейдем, которая касается тоже, ну, либо практически всех кировчан, либо большего, там, 99% числа кировчан. Это введение, нововведение на транспорте. И вот очередное. Пересадочные транспортные карты. 34 рубля стоит билет при пересадке за 30 минут, 62 рубля при пересадке за 45 минут. То есть мы покупаем один билет, затем в течение 45 минут можем делать бесплатно хоть сколько пересадок, сколько успеем. И вот у меня первый вопрос. Насколько, на ваш взгляд, это нужная и удобная вещь? Ну, чтобы вы понимали, я входил в рабочую группу при администрации города, когда мы подготовили транспортную схему, которая не прошла, да. И там как раз говорилось о пересадке. И там как раз этот вопрос по поводу введения пересадочного тарифа мы обсуждали неоднократно. И четкое мнение, позиция рабочей группы была, что пересадочный тариф при 30 минутах, он просто не будет работать. Даже при той схеме, которая была проработана в то время, когда там были закольцованные маршруты, когда там были маршруты, ну, схема должна была полностью поменяться. Сейчас мы имеем схему общественного транспорта в городе, та, которая бы существовала. Практически ничего не поменялось, кроме нескольких маршрутов от Северной больницы. 30 минут это мало? Нет, во-первых, 30 минут это мало. Во-вторых, при нашей транспортной схеме, которая сейчас существует, пересадочный маршрут, от него толку просто не будет. Люди, ну, кто поедет за 32 рубля, когда маршрут стоит, ну, когда на сегодняшний день все маршруты существуют, те, которые были раньше. Да, и все ездят за 26 рублей. Вы имеете в виду, что пересадка вообще людям не нужна? Ну, в редких случаях она будет людям нужна, но человек в таком случае заплатит не 32, он заплатит 62 рубля, да? Давайте посчитаем грубо. надо тебе добраться с точки А до точки Б с пересадкой, то просто ты едешь на автобусе, платишь 26 рублей, потом ты платишь 26 рублей. Ты заплатил сколько? 52 рубля. А здесь тебя просят уже 62 рубля. Я правильно понимаю, что пересадка в Кирове нужна жителям только отдаленных районов, для которых 30 минут это мало? Да, да, 45 даже мало. Ну, давайте, предположим, человек с 41-го хочет добраться до Бахты, да? Он успеет за 45 минут добраться с 41-го до Бахты? Нет, конечно. Здесь пересесть нужно за 45 минут. Да, здесь надо будет пересесть. Да, обязательно надо будет пересесть. Да даже если... Речь не о добраться до Бахты, речь о том, чтобы успеть до автобуса, на который ты пересядешь. Да, чтобы пересядешь. И ты заплатишь 62 рубля вот в этот промежуток времени, да? Пересядешь один раз. Один раз. А по сути, ты вышел, заплатил 26 рублей, пересел на другой автобус, опять 26 рублей. У нас сейчас единый тариф в радиусе там до Бахты, например, да? То есть до русского, то в данной ситуации человек заплатит 52 рубля, он сэкономит даже. Он при обычном, стандартном пересаживании с автобуса на автобус, да, он экономит 10 рублей по сравнению с пересадочным тарифом. Правильно ли я вас... В чем выгода? Правильно ли я вас услышала? Вы не видите ничего плохого в пересадочном тарифе? Я не вижу ничего плохого. Но вы видите какой-то просчет, недосчет в том, что нам сейчас предложили? Конечно. Да тут не то, что просчет, недосчет. Мы в рамках рабочей группы это не раз обсуждали. У нас пересадочный тариф должен быть минимум 60 минут, в районе 60 минут, потому что с учетом, как двигаются автобусы, с учетом движения от общественного транспорта, с учетом тех пробок, которые периодически у нас в городе происходят, то 30 минут просто не уложиться. Максимум, что ты сможешь уложиться там с некоторых районов, это доехать с Коминтерна, например, до Старого моста, до этого района, да, и где-то в этом районе пересесть на какой-то другой автобус. И тот в этом случае уже заплатил 32 рубля. Это понимаете? Это как бы заранее уже так повыше ты должен заплатить. Смысл? Смысл в этом. У нас транспортная схема не поменялась. Людям ничего не поменялось. Они как ездят, они уже знают свои маршруты. Они сейчас будут платить за место 22, 26 уже платят, да. И все для них хорошо. А введение какого-то пересадочного тарифа, ну, показать, что ЦДС работает, так мы и так знаем, что они работают, да. Сказать, что, ребята, идите новые карты покупайте. Так сразу бы сказали, давайте обновим все карты. Вот и все. Все-таки, еще раз возвращаясь к вопросу, из этого ответа, мне кажется, что в данном случае и пересадочный тариф вы отвергаете. Какая-то показушная работа на сегодняшний день со стороны ЦДС и со стороны Симакова только по той причине, что он в курсе, что пересадочный тариф может работать только при той схеме, которую мы проговаривали летом, да. Говорить о том, что городу нужен пересадочный тариф, при этом схема транспорта никак не поменялась. Для чего? Для чего? Люди знают, на что они ездят, на каких автобусах они ездят, да, куда они ездят, при том, что они на сегодняшний день... Вот стандартный обычный пример. Я хочу с 41-го добраться до Костина. Я не доберусь за 45 минут на общественном транспорте. Значит, я буду платить 62 рубля. При стандартной пересадке по 26 рублей я запущу 52 рубля. Это мы уже обговорили, да. Смысл? То есть это должно быть... Они говорят, что это доп.услуга для отдельных людей, которым это действительно нужно, которые действительно ездят с пересадками. И если я вас правильно услышала, это должно быть просто посчитано по-другому. Мы с вами, когда обсуждали транспортную схему с пересадочными маршрутами в летом, да, мы с вами говорили о том, что у нас на сегодняшний день очень малое количество людей пользуются пересадочными маршрутами. Ну, даже если для них сделали хорошо, разве это плохо? Да, они не успеют за 45 минут. Вот, сделали хорошо, но получилось как всегда. Да, они заплатят больше. Они не успеют за 45 минут куда-либо пересесть. Я вам говорю, самое оптимальное. Вот за 30 минут ты можешь успеть пересесть, там, ну, сесть в Коминтерне, доехать до Старого моста и где-то в этом районе, в районе там улицы Ленина, где-то пересесть на какой-то другой маршрут и поехать там в сторону Северной больницы, да. Вот это да, в данной ситуации где-то как-то и то, если ты предугадаешь к движению маршрутов, а если ты простоишь на остановке плюсом 5 минут, плюсом 10 минут, в итоге ты будешь платить-то уже намного больше. Ну, вот теперь давайте вывод сделаем. Если я правильно понимаю, 34 рубля, это по мнению ЦДС одна пересадка возможно, возможно успеть за 30 минут, 62 рубля, возможно успеть там сделать две пересадки. Две пересадки в Кирове, скорее всего не нужны, поэтому было бы здорово, если бы сделали возможность пересадки в течение часа и цену билета 34 рубля. Мне не вопрос. Да, даже, пусть это будет 34 рубля, но я считаю, что это должно быть 26. Потому что пересадочный тариф в большинстве городов, опять же, давайте пример Москва, да, мы там в рамках 30, ну, если ты по карте тройки едешь, ты в метро, на автобус, ты же не доплачиваешь практически. Ты как вот успел если пересесть, молодец, не успел пересесть, например, там на МЦК сейчас, да, ты там зашел на МЦК, заплатил, ты тоже 38 рублей, если по карте тройки, если ты успеваешь с МЦК перейти в метро, ты ничего же не платишь, ты же не платишь плюс 15 рублей, да, ты же эти же, в этот же интервал времени ты успеваешь перейти в метро и дальше уехать. Вот в этом, я говорю, тут в данной ситуации первое, а, пересадочный тариф, да, это хорошо, но он должен быть 60 минут, не 30 минут, и б, ну, 34 рубля, откуда такая арифметика, должно быть 26 рублей в рамках пересадочного тарифа. Мы сейчас уйдем на рекламу и вернемся в студию с этой же темой. Особое мнение на 101FM продолжается программа Особое мнение и сегодня его высказывает член общественного совета при Федеральном дорожном агентстве, член рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог Константин Сичихин. Константин, еще один вопрос у меня все-таки по этому пересадочному тарифу, но вот вы говорите, что не нужен он в Кирове, по сути, в данный момент, при существующей схеме. Так, может быть, его вводят не просто так тогда, а для какого-то шага будущего, чтобы люди к нему привыкли, чтобы ввести новую схему в скором времени? Возможно, возможно, мы же не заглянем в головы чиновников, те, кто сейчас в администрации сидят, как они думают, что они предполагают, но возможно, что это первый шаг к изменению транспортной схемы города Кирова, потому что она требует изменения, и мы про это опять же говорили, только нас в свое время не услышали, и если мы вернемся к обсуждению новой транспортной схемы, я готов принять участие и дальше отстаивать ту позицию, которая была нами высказана еще летом и осенью, о том, что в городе требуется новая транспортная схема движения общественного транспорта. Еще один вопрос у меня в тему стоимости проезда. По-моему, в конце прошлого года мы с вами или в начале этого разговаривали, и вы говорили, что общественники будут настаивать на том, чтобы РСТ все-таки взяла для себя побольше времени и хорошенечко посчитала, сколько же должен стоить билет в общественном транспорте. Вы говорили, что будете настаивать на том, чтобы отложили срок повышения цен и говорили о том, что повышать должны не больше, чем на 10%, по мнению общественности. В итоге ничего не отложили и повысили на 20%. Вот можете рассказать, как это все происходило? Вас не услышали? Вам вообще не дали высказаться? Нет, нам дали высказаться. В этом, как бы, для этого были открыты все площадки. В рамках обсуждения и в общественной палате мы обсуждали при рабочей группе по тарифам, и в рамках общественного совета при регионном службе по тарифам мы обсуждали этот вопрос. Но, опять же, это один из показателей, когда общественность, ее общественность дают высказать, но к ней не прислушиваются. это сейчас опять один из похожих вариантов, которые мы с вами обсуждали в рамках первых минут от Лубягина, когда мы сейчас видим картину, что общественности опять уже наконец-то стали давать выслушиваться. Надеюсь, что в дальнейшем прислушаются, они сделают то, что они захотят. Также и в данной ситуации получилось, что да, нас выслушали. Но не услышали. Да, нам сказали, что да, вы молодцы, вы там как бы отстаиваете позицию отчасти граждан, но извините, у нас есть общественный транспорт, у нас есть предприятия, отчасти это в основном все государственные крупные предприятия, которые в плохой ситуации, которые в плохой финансовой ситуации, им надо каким-то образом помогать, хотя общественный транспорт, что АТП, руководитель, что КПАД говорят, что нам все равно это не поможет в больших случаях, но им нужно как-то помочь и почему-то опять им помогать должны люди, граждане города Кирова в рамках повышения тарифа, что и произошло, да, ну, если мы так будем всем помогать, да, тогда зачем нам чиновники, которые сидят, кто нам поможет, нам бы помогли, там, налоги бы снизили, не знаю, еще бы каким-то образом помогали бы, а мы с вами на сегодняшний день, почему-то мы, люди города Кирова, должны помогать тем предприятиям, да, я не спорю, там, такие же люди города Кирова работают, они получают заработную плату, да, но кто-то же этими предприятиями руководит, и эти, кто руководят, откуда-то берутся же уголовные дела, возбуждаются эти уголовные дела, находятся в составе преступления в рамках, там, мошенничества, да, либо еще каких-то злоупотреблений, да, почему-то же это все происходит. Мы в итоге узнаем, что помогаем даже не предприятиям, а конкретным лицам. Да, мы помогаем нескольким лицам, которые в итоге это предприятие не выводят из того состояния, которое есть, да, и ни в коем случае нам-то помогать не хотят. Надеюсь, что вот сейчас Денис Пурлок пришел в ВТП, он разберется в той ситуации, которая там происходила, и мы в ближайшее время либо увидим положительный опыт или как бы положительную стабильность данного предприятия, что он начнет обновлять свой автопарк, и в ближайшее время не будет той плохой информацией там о уголовных делах еще дополнительных, еще каких-то. Верим в Дениса? У нас времени мало остается. Еще хочу одну тему затронуть к вопросу слушать, но не слышать. В Кирове говорят, что хотят проводить голосование о том, какие тротуары отремонтировать в 2021 году на федеральные деньги, по федеральному проекту. Очередное так называемое рейтинговое голосование уже не первый год оно проводится. Пока неизвестно, на каких участках можно будет проголосовать, но какие-то, значит, некие пункты, куда можно прийти, поставить галочку на сайте городадминистрации если найдешь ссылку, где можно проголосовать, тоже можно будет это сделать. Я хочу вас спросить о том, насколько это нужно и важно, и насколько вообще слушают потом чиновники мнение людей. Вот мы опять с вами в рамках вот этого голосования, мы с вами хотим откатиться там лет года на три, на четыре вперед, и опять наши чиновники не слышат нашу федеральную власть. Федеральная власть на сегодняшний день говорит, и это последнее совещание или предпоследнее совещание президента Владимира Владимировича Путина было, когда он говорил, что пора с гражданами общаться в рамках цифрового поля. В рамках цифрового поля для этого он делал несколько примеров. Это Московская область, это Москва как активный гражданин, когда практически все вопросы, когда практически все обсуждения происходят в интернете. Когда власть задает вопрос в виде мэрии Москвы, граждане на него отвечают. Когда что-то надо решить, это все происходит в какой-то цифровой площадке. А сейчас нам опять предлагают вы сходите в какую-то школу, проголосуйте там, поставьте свою галочку, мы это посчитаем. Извините, у нас во-первых времена меняются, во-первых, нам говорят, как надо меняться, нам делают примеры, куда надо идти, каким образом это все изучать. А вы пытаетесь нас привести обратно в старую эпоху, но я вот с этим не согласен, с этим выбором. Опять же, кто эти тротуары выбирает, каким образом они будут выбраны в этом списке, кто их предоставит. Кто-то спрашивает общественность, кто-то спрашивает на сегодняшний день гражданина, который живет по улице Ленина, какой ему тротуар надо, может он по левой стороне ходит, а по правой не ходит. То есть даже сами участки, можно сказать, люди должны предлагать, а не выбирать из существующих. Тем более, что если даже смотреть прошлые опросы, не всегда те, которые побеждают, оказываются в списке времен. Да, и поэтому на сегодняшний день я еще раз хочу призывать наших чиновников почаще включать телевизор, почаще смотреть вести, и когда вам что-то говорят, к этому прислушиваться и это делать. Если вы это делать не будете, я не думаю, что вы надолго останетесь на своих местах. Это посыл есть, он идет на сегодняшний момент, и им надо к этому стремиться. И вот даже это голосование, это должно было быть одним из примеров тех голосований, когда к людям должны были прислушаться, но не предлагать им опять проголосовать в каких-то бюллетенях, с какими-то галочками. Мы выбираем общественное пространство, которое в дальнейшем будет на благо людей города Кирова. И это общественное пространство надо выбирать по новым технологиям. У нас еще есть три минуты, даже две минуты. Я хочу еще одну тему все-таки успеть поднять. Не просто так мы говорим сейчас о ремонте тротуаров. Вы являетесь членом рабочей группы по контролю как раз за этим ремонтом не только тротуаров, но и дорог. И недавно появилась новость о том, что Владислав Крысов, который является руководителем этой рабочей группы, отказывается теперь ее возглавлять. И вот вас предложили в качестве нового руководителя. Хочу ваше мнение на этот счет услышать. Ну, я, во-первых, не отказываюсь руководить рабочей группой, потому что я давно, и это одно из тот детищ, можно так это назвать, той работы, на которую я потрачил очень много сил. С 2016 года в этой рабочей группе я состою. Мы работали и с Дмитрием Александрович с Курдюмом и с Усенко. И дальше я возглавлял эту рабочую группу, да, и, понимаете, хотел бы я отвернуться от этой рабочей группы, я бы давно уже ушел бы. Вот, поэтому я готов работать в этом направлении, потому что проблем мы видим много, проблема, плюс у нас есть национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», где четко прописано, что общественность должна в этом проекте участвовать, должна контролировать работу. Причем, учитывая, что там такие огромные деньги, да? Да, и вот рабочая группа это тот один из механизмов, которые осуществляют общественный контроль, контроль, который должен быть в рамках национальных проектов, которые у нас на сегодняшний день существуют, да, и по всем национальным проектам, я говорю, что по всем уж совсем создать рабочие группы, но, по крайней мере, общественность должна объединяться и контролировать работу чиновников в рамках национальных проектов, О чем, опять же, я могу сказать, об этом говорю не только я, об этом говорит и Общественная палата Российской Федерации, и наша Общественная палата, и президент нашей страны. Ну вот на этой ноте мы и закончим нашу программу. Спасибо, Константин, вам за разговор. Доброго дня и доброго дня всем слушателям.